В кольце строительной техники оказались жители Радужной улицы в Звенигороде. Вблизи их домов возводят современные многоэтажки. Работы не прекращаются ни днём, ни ночью. Люди уже забыли о том, что такое спокойный сон. Кроме нарушенного покоя, их тревожит ещё и то, что старые пятиэтажки не выдерживают натиска застройщика. В фундаменте уже образовались трещины. Репортаж Дмитрия Блинникова. Ирина Белозёрова у себя в квартире никак не может сосредоточиться на отчёте. Очень шумно. Половина двенадцатого ночи, а за окном вовсю работает строительная техника. То у нас забивали сваи на протяжении четырёх месяцев, это было вообще невозможно. Потому что, сидя на диване, я просто подскакивала от того, что у нас забивали эти сваи. Сейчас же у нас постоянный шум от того, что работает трактор. Летом в районе Южной на окраине Звенигорода началось масштабное строительство. Одну за одной здесь возводят современные высотки. Из-за этого местные пятиэтажки оказались в центре гигантской стройплощадки. Котлованы роют и днём, и ночью. Мы не можем уснуть, вообще невозможно. Значит, стройка постоянно идёт круглосуточно. Вот эти грузовые машины под окнами. А самое интересное, что они приезжают в 4 утра, в 5 утра, и начинают там сигналить. Когда в землю забивают сваи, жители хрущёвок спешат выйти на улицу. Стены дрожат, как при землетрясении. В фундаменте почти всех пятиэтажек дали трещины. В подъездах отваливается штукатурка. Люди подолгу сидят без света и отопления. Строители умудряются то перебить электрокабель, то повредить трубы теплосети. Представляете, вот дома, вот зима, отопления нет, воды ни горячей, ни холодной, и света нет. Маленький грудной ребёнок не покормить, ничего не сделать. Возмущённые жители каждый день ходят к строителям, просят не шуметь. Где прораб? Он же, если ведутся работы, он должен находиться на стройке. Время видели? Сейчас там свет. Видели, это вы видели время, что вы ведёте работы. К начальству охранники никого не пускают и угрожают позвонить влиятельным людям, которые приедут и сделают жизнь людей ещё более невыносимой. А кто приедет? Выключат вам свет. Кто не мешал? Выключат нам свет? Да. По словам жителей, администрация Звениграда целиком на стороне застройщика. Чиновники ссылаются на некий закон Московской области, который позволяет копать и забивать сваи в особых случаях. Но что это за особый случай и как называется тот самый закон, никто не говорит. Сейчас люди готовят обращение в прокуратуру. Всё же надеются заставить строителей не вести работы в ночное время. Дмитрий Блиников, Севолод Савичев и Александр Кутатиладзе. Вести, Москва.